Всем огромный привет! Сегодня 1 февраля, начало последнего месяца зимы, с чем я всех и поздравляю. А у меня видео на цветочную тему. И на это у меня есть 5 причин, как говорит известный композитор-песенник. Ну, может быть не 5, но кое-какие причины есть. Начну с альстромерии. Вот я вышла альстромерию. Я решила, что пора перематывать канву, поэтому нужно показать видео. Есть чем поделиться, что показать, о чем поплакаться. Ну, давайте все по порядку. Те, кто на постоянной основе смотрит мои видео, не помнят, что эту альстромерию я начала с середины канвы. По каким-то там своим тайным причинам. И потом, ну так как неудобно отшивать, мне неудобно отшивать именно с верху вниз, я привыкла отшивать снизу вверх. Я посчитала канву, как вы видите, и стала отшивать именно снизу. Я пошла снизу, и вроде бы все ничего, и все хорошо получается. И несмотря на то, что кое-где, особенно в сердцевинках цветов, есть большая смесь цвета, разного цвета, и это доставляет какое-то неудобство, скажем так. Особенно по той причине, что я шью по цветам. Возможно, там парковка бы выручила на этом участке. Но я как-то так и не привыкла шить парковкой. Как я шила по цветам, так и продолжаю шить по цветам. Единственное, что я стала себя собирать и отшивать некий какой-то логический участок, не разбрасываясь по всему фону, по всему дизайну. Например, если я отшиваю лепесток, то отшиваю лепесток, потом цветок, листик и так далее. И тогда я не теряюсь в дизайне вышивки, и все вроде бы ничего. Вот, мне уже надо перекручивать канву. Вот сейчас подвину аманик. Я уже дошла до вот этих цветов. Мне уже неудобно высоко тянуться, нужно спустить. И уже видно та часть серединки, где я начинала. Но к моему ужасу и шоку я поняла, что они никогда не встретятся. Ну, то есть, как мой муж говорит, то золотуха, то понос. Все не слава богу. И знаете, где я ошиблась? Вот на самом деле канву я разметила правильно. Ошиблась я в подсчете на схеме. Когда я считала эти квадратики на схеме, вот здесь внизу должно быть видно сейчас хорошо. У меня почему-то, ну вот как японцы, они свое несчастливое число просто-напросто пропускают. Так и я непонятно, конечно. Я никогда не думала, что 25 какое-то несчастливое число для меня. Но я его пропустила. Если вы посмотрите в нумерацию, у меня после 24 числа идет 26. И в итоге я посчитала, что у меня должно быть 27 полных квадратиков, ну и еще 9 петель, 9 клеточек. Что вы думаете? Я же смотрела, как нормальный любой человек на самую последнюю цифру. И отметила, естественно, на канве. 27 полных квадратиков, ну и еще 9 клеточек. Понятное дело, что когда я доберусь до середины, они не встретятся, так как у меня останется еще пространство в 10 клеточек. Я имею в виду в 10 петель. Целый блок. Когда я это заметила, я заметила тогда, когда уже достаточно приличный кусок отшила снизу. Ну, может быть, чуть больше, чем вот в середине. А в середине, нужно сказать, даже не видно, сколько там отшито. А там тоже отшито немало, так как вот сам отшив под куснапами. Вот там под куснапами прячется. Там еще часть. Я, конечно, испытала что-то вроде шока. Я вначале расстроилась. Потом несколько часов приходила в себя и думала, ну, не конец света, надо что-то решать. Решила все-таки распускать середину, а не низ. И, конечно, здесь смысл в том, что распускать шерсть это неблагодарное занятие. Потом этой ниткой отшивать, ну, вы сами понимаете, да, отшивать использованной ниткой совсем не тот эффект получается. Мне кажется, это сразу бросается в глаза. То есть мне придется просто нещадно выпарывать тот кусок. И я теперь стала бояться, что мне не хватит тех ниток, которые Риолис вложил в этот набор. Так как в последнее время производители так экономят, что, ну, вот, порой до последнего кончика отшивается. И вышивальщица, как на иголках. Это, конечно, чистейшее безобразие с их стороны. Но в кризис, наверное, любой себя бы так повел. Даже не знаю, что сказать. У меня вопрос к тем вышивальщицам и вышивальщикам, если таковые вдруг смотрят это видео. И если вы отшивали этот дизайн, подскажите мне, пожалуйста, что там с остатками. Много ли осталось ниточек? Может быть, вы меня как-то этим успокоите. Конечно, я буду смотреть свои остатки шерсти. Может быть, какие-то цвета там совпадут, и мне удастся найти. Возможно, какие-то новые наборы придется открыть, если будут пересекаться цветовые решения, и мне вдруг чего-то не хватит. Или даже, может быть, придется что-то докупить. Но я, честно говоря, никогда не покупала вот эти ниточки от Риолис. Наверное, их надо будет искать. Они мне на глаза не попадались. Ну, не знаю даже, где их покупать. Но я думаю, когда дойдет до этого, я уже тогда буду и решать проблему по мере поступления. Кстати, об оманике. Я хочу реабилитировать оманик, потому что в предыдущем видео я говорила, что оманик плохо держит. Именно вот если я стараюсь закрепить куснапы узкой стороной, вот, как видите, у меня так и продолжается эта вышивка. Нужно сказать, что я поняла, в чем там была причина. Когда я открутила и сняла куснапы, я увидела, что здесь под креплением, вот здесь вот под креплением, есть такая фетровая прослойка на клейкой основе. И она, ну, наверное, от моих усилий, когда я сильно прикручивала куснапы к самому оманику, она сдвинулась. И оказалось, что половина вот самого держателя, он лысый, половина лысая и пластиковые куснапы на этом, конечно, не держались. Я просто-напросто эту фетровую штучку, вот, мне кажется, она тоже продолжает сейчас вот съезжать, но, возможно, это сейчас и не видно будет. Ну, впрочем, не важно, просто, поверьте на слово, я эту фетровую штучку оторвала и подвинула ее на свое место, приклеила ее так, как она должна была быть, и оманик себя повел, как настоящий мужчина. Он стал держать эти куснапы, они очень крепко держатся, я даже вообще удивилась, как такой захват, как мертвый. Продолжим же про цветочную тему. То есть, я продолжаю отшивать эти альмерии, отшиваю я их больше днем, когда у меня есть время, а вечером, как вы помните, я говорила, я ухожу на кухню, и там у меня совершенно другие дизайны. Так вот, какие дизайны. Вчера я сходила в магазин «Золотое Руно». Там, в магазине, я приобрела вот этот набор, который называется «Мак Красный». Когда я увидела вначале дизайн в интернете, я где-то листала наборы в каких-то очередных интернет-магазинах и увидела вот этот дизайн. Мне, конечно, он очень понравился, но вы сами понимаете, да, такое маковое поле, и вот эти белые маки необычные, и на этом фоне красный мак выделяется. Такой дизайн, мне кажется, очень удачно может подойти и для подушечки, и для сумочки, для летней. В итоге здесь написано, что это размер 26 на 25 с половиной, ну, практически квадратный. И я, честно говоря, думала, что будут отшиваться цветы белые маки и красный мак. Так, ну, все оказалось не совсем так, как я думала. А в магазине, когда покупаешь набор, там нельзя посмотреть, что находится в наборе, но было видно вот эта инструкция, в которой написано, что это набор с печатью на конве. Дизайнеры этого набора Индира Есенина, что в этот набор входит Аида, 14-го каунта, иголочка, ниточки Мадейра, соответственно, дизайн, схема и инструкция, и также положили они и бисер, чешский или японский, в скобочках. Что интересно, что мне понравилось, я где-то давно-давно встречала это в наборах. Вот если посмотреть на обозначение, знаковые обозначения и количество пасм Мулине они указали, что очень интересно, поскольку вы всегда знаете, действительно ли положено столько пасм, сколько было задумано производителем, и действительно, хватит этого или не хватит, по итогам вы всегда можете сказать и обсудить этот вопрос. И даже написано, какое количество бисерин, бисера, находится в этом наборе, аж 40 штучек. Не было видно, насколько, в закрытом наборе я имею в виду, не было видно, насколько там печать на этой конве, яркое, не яркое, что там напечатано. Я, конечно, пыталась снять это видео вчера, еще в последний день января, но так как все это происходило на фоне звуков строительной перфорации, почему-то в воскресенье кто-то там что-то делал, то, конечно, мне ничего не удалось снять, но вчера я его только принесла из магазина. Однако вечером я тут же села за этот набор. Сейчас покажу быстренько, что в него находят, что в него, какие ниточки в него были вложены. Ниточки были вложены только красной. Сразу стало понятно, что отшивается только красный мак. И вот такого цвета бисер. Сейчас попробуем сфокусировать без отсвечивания. Бисер еще не вскрывался, поэтому вот показываю прямо в пакетике. Он очень интересного, очень интересной расцветки. Здесь есть и какие-то коричневые оттенки, и сиреневые, и даже что-то красно-зеленое, фиолетовое. Все зависит от того, как падает свет, на какую грань бисера падает свет. Очень интересный. Я, конечно, стала приглядываться, ну вот, пометуя, что бисер может быть и неровным, я стала приглядываться, смотреть, какой же здесь бисер. Ну, есть, конечно, и бракованные бисеринки, они попадаются на глаза. Но бисера здесь достаточно, предостаточно, можно будет выбрать. Я к чему говорю? Что я вечером тут же взялась за этот набор. Я его, естественно, вскрыла, я тут же посмотрела, что к чему. Как я могла не вскрыть. Когда я увидела, что отшивается только один мак, сейчас вот заломы будут от Куснапов. И даже когда пытаюсь вчера снять это видео, я говорила, что меня привлекает еще та мысль, что этот дизайн можно вышить буквально, ну, наверное, за три вечера. Мне кажется, я была абсолютно права. Потому что вот этот кусочек, вчера у меня вышивался 4 часа, вечерние 4 часа. Вот такой рисуночек на канве. И будет такой мак. Очень интересный тот факт, что в этом дизайне совсем не используется бэкстич. Только сочетанием разных оттенков красного должен получиться объем этого мака. И в центре его, вот здесь вот, будут шиваться бисеринки. Вот и все, в принципе. Ну, как вы сами понимаете, мимо такого дизайна пройти мне было очень сложно. Я нисколько не пожалела, что я его взяла. Честно говоря, у меня была мысль взять его на подарок. Но если уж на то пошло, я думаю, что один я отошью себе. А если дойдет дело до подарка, то я куплю еще. Как вы видите, у меня сейчас отшиваются сплошняком цветочные мотивы. Альстромерий, маг, ну и еще утренние акварель. Это вот цветы, которые я отшиваю в совместном проекте цветочной фантазии. И показываю в отдельном видео. На сегодня я буду закругляться. Спасибо всем огромное, что зашли ко мне в гости. Провели это время со мной. Я желаю всем прекрасного вышивального настроения. И всем до новых встреч. Пока!